Всем привет! Иногда кажется, что Китай — это не просто самая густонаселенная страна, а целый отдельный мир с понятной только им и весьма своеобразной логикой. Чтобы в этом убедиться, достаточно просто взглянуть на те безумные вещи, которые они продают в своих магазинах. Порой просматривая страницы с Алиэкспресс, останавливаешься на чем-то одном и судорожно пытаешься понять, что это, как такое могли придумать и для чего это вообще нужно. Самое странное то, что кто-то эти товары покупает, поэтому мы подготовили для вас 10 самых упоротых товаров, которые можно найти на Алиэкспресс. Поехали! Гольфист на троне. Как вы отреагируете, если мы вам скажем, что в туалете теперь можно играть в гольф, не вставая с насиженного места? Не верите? Ну и зря. Это настоящий прорыв в туалетном деле. Вот чем люди до этого занимались в маленькой комнате. В телефоне зависали. А сейчас могут полностью посвятить себя спорту. Разве это плохо? Мы за здоровую нацию. К тому же говорят, что в гольф играют только самые богатые и успешные люди. Пф, ерунда. Покупай этот товар и будешь чувствовать себя как минимум королем. Ну а что? Трон есть, в гольф играешь, короны только не хватает. Подушка-обнималка. Эй, друг, а знаешь, чего тебе сейчас не хватает? Конечно же обнимашек. Ведь обнимашек много не бывает. Вот китайцы об этом знают, поэтому придумали подушки-обнималки. И существует огромное множество их разновидностей. Но, пожалуй, самое прикольное – это подушка-обнималка для одиноких женщин. Она выполнена в виде распиленного пополам туловища мужчины. Выглядит это приспособление жутковато, но некоторым нравится. Для натуральности кисть у этой подушки делают из силикона, чтобы она больше напоминала человеческую руку. Так что, если ваша девушка постоянно нуждается в объятиях, то купите ей этот предмет. И она уже не помешает очередной катке в доту с друзьями со своими притязаниями на ваше внимание. Рыгающая игрушка. На первый взгляд этот малыш довольно милый. Но если посмотреть внимательней, то вы поймете, что ошибаетесь. Конструкция игрушки довольно простая и включает в себя шарик со слизью внутри. Надо просто нажать на него, и эта милая мордашка выплюнет какую-то мерзость. Чтобы вернуть обратно это… эммм… ну пусть будет жюле. Нужно сжать шарик и поднести ртом к выроганному. И вуаля, оно засосется обратно. Теперь вы сможете снова понаблюдать, как она изрыгает из себя непонятное вещество. Да, мы не знаем, для чего создавалась эта штука. Может, для того, чтобы составить вам компанию, если вдруг вы отравитесь несвежей пищей. Вдвоем же всегда веселее, правда? Нижнее белье для телефона. Чехлы для телефона в прошлый век. Теперь вы можете надеть на него трусы-боксеры. Видимо, для того, чтобы он не стеснялся показываться на публике голышом. А если вы считаете, что ваш смартфон девочка, то приобретайте комплект женского белья. В него выходит еще и бюстгальтер. Интересно, по каким признакам определяется пол телефона? Ммм… ну теперь в любом случае к вашей головной боли о том, что надеть, добавится еще и забота о телефоне. Нельзя же допускать, чтобы ваш смартфон два дня подряд выходил в одном и том же. Головная подушка. Это настоящая находка для тех, кто постоянно хочет спать. Теперь вы можете делать это где хочется и когда хочется. Главное не забыть взять с собой подушку. Производитель продумал все. И как не задохнуться в этой трикотажной колбе и куда деть руки? Да что уж там, надевайте ее вместо шапки и идите по своим делам. Ведь если вы это купили, вам вряд ли есть дело до мнения окружающих. Тапочки для ленивых. В очередной раз вас заставляют мыть полы, но так не хочется ходить, скрючившись с этой дурацкой шваброй? Поднебесная предлагает вам способ избежать этих хлопот. Купите тапочки, подошвы которых представляют собой ту же самую швабру с ворсинками. Надевайте их, ходите по дому и заодно мойте полы. Все просто и удобно. Пенал в виде рыбы. Как выделиться в школе или университете? Да легко. Купите себе пенал в виде рыбы. Он настолько реалистично выглядит, что ваши друзья сначала даже могут подумать, что вы реально притащили настоящую рыбину на урок. А когда вы им покажете, что это пенал для ручек и карандашей, все просто обзавидуются. А если нет, можете смело раздавать всем леща. Моча волка. Что? Серьезно? Именно такие вопросы, скорее всего, у вас появятся, если вы наткнетесь на этот товар в интернете. Не знаем, зачем она может пригодиться, но черт побери, это же гениально! Засунуть мочу волка в баночку и продавать в интернете. Кроме того, продавцы уверяют, что даже волк не сможет отличить данную приманку от настоящих запахов. То есть это еще и гарантия качества вам в придачу. Золотая жила какая-то? Надо срочно заказывать, пока все не раскупили. Мужской купальник. Так, а вот сейчас всем модникам советуем присесть. Ну, если вы вдруг смотрите видео стоя. Нравятся девушки в купальниках? А как насчет мужчины вот в таком наряде? А? Сильно, да? Ну, вообще, если задуматься, то сейчас вся мода сошла с ума, в том числе и западные модельеры. Но они-то открывают модные тенденции на будущие сезоны, а эти купальники уже давно в серийном производстве имеют обширный модельный ряд. А значит, на них есть спрос. Ох, остановите планету, я сойду. Копия головы Джейсона Стэтхэма. Честно, мы не знаем, зачем была сделана подобная вещь. На что я подписался? Вы можете купить копию головы Джейсона Стэтхэма в масштабе 1 к 6. Да, аксессуар действительно похож на актера, но на этом его уникальность заканчивается. Это не мягкая игрушка, это не брелок для ключей, это просто маленькая голова Стэтхэма. Зачем она и что с ней делать, пожалуй, смогут разобраться только истинные фанаты Джейсона. Селфи-палка с ложкой. О, все, мы все поняли. В Китае есть человек, который с завязанными глазами вытягивает из мешка бумажки, на которых написаны названия самых разных предметов. Потом это все совмещается и получается новый. Ну вот как еще объяснить селфи-палку с ложкой? Кто будет этим пользоваться? Хотя подождите. А, черт, вот же эти люди. Все, хватит. Заканчиваем выпуск, это уже слишком. Надо же жалеть мозги зрителей. Подытожим. В Китае продается очень много товаров, среди которых есть полезные, прикольные и те смысл, которых не каждый поймет. Но если вы хотите разнообразить свою жизнь, а из дома выходить лень, то это самое оно. Попробуйте, вам понравится. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.